Добрый день! Сегодня мы с вами продолжаем наше мысленное паломничество по Святой Земле в рамках цикла бесед «От Дана до Версави», посвященных святыням, древностям Святой Земли, посвященным библейской археологии и воспоминаниям событий, связанных с земной жизнью Господа нашего Иисуса Христа, а также с другими моментами священной христианской истории, которая совершалась в пределах Святой Земли. И вот сегодня мы с вами вслед за Спасителем переправимся из Капернаума на другую сторону Галилейского озера, которое именуется страной Годаринской или Гергесинской, пределами гергесинскими, для того, чтобы стать очевидцами того чуда, которое Господь совершил там, исцелив тяжело страждущего от беснований человека. Эта история передается в таких, как сказать, разных немного по своим деталям повествованиях. Она содержится во всех трех так называемых синаптических Евангелиях, и в Евангелии от Матфея, это восьмая глава, и, кстати, и в Евангелии от Луки, это тоже глава восьмая, и в пятой главе Евангелия от Марка, где повествуется о том, как Спаситель, переправившись вот в эти пределы, которые где-то именуются Годаринскими, где-то землей Гергесинской, встречает либо одного одержимого, либо апостол Марк говорит о том, что их было двое. Ну, так сказать, не будем останавливаться на этом каком-то таком противоречии, видимом, который содержится в этих Евангелиях. По крайней мере, во всем остальном они совершенно сходны. Этот человек, который благодаря своей тяжелой одержимости, беснованию, вел абсолютно социальный образ жизни, его пытались связывать с цепями, он их разрывал, бегал, жил в пещерах, не мог, так сказать, по каким-то там сведениям носить и человеческую одежду, и, в общем, вел такой абсолютно дикий какой-то образ жизни, сам очень тяжело страдал от своего недуга и приносил страдания другим, и никак невозможно было с этим бесноватым сладить. И Господь, когда обращается к нечистому духу, который находится в этом человеке, Он спрашивает, что есть тебе имя? И в ответ получают слова, ставшие, ну, такой своего рода крылатой фразой, уже не только в евангельском контексте, но используемые и в массовой культуре, и просто в речи по каким-то таким поводам. Имя мне Легион, отвечают бесы, и евангелист поясняет, что это потому, что бесов в этом человеке было очень много. И несмотря на то, что их там Легион, то Господь, тем не менее, всех этих нечистых духов изгоняет из этого несчастного человека, и бесы вынуждены обратиться к нему с просьбой, чтобы он не посылал их в бездну, но позволил им войти в свиное стадо, которое как раз-таки паслось неподалеку. Например, евангелист Лука именно с этой детали, и вообще начинает это повествование об этой истории, о том, что неподалеку паслось большое свиное стадо. И бесы входят во все это свиное стадо, так что свиньи мгновенно становятся безумными, и с вот этого крутого берега, с этой крутизны, на которой они пасутся, устремляются всем стадом в море, падают в воду и тонут. Интересная реакция при этом людей, которые стали свидетелями этого события, или которые о нем услышали. Пастухи, которые пасли это стадо, очень испугались, убежали в город, стоявший неподалеку, видимо, собственно, жители которого и занимались этим самым свиноводством, столь для них убыточным в данном случае. И испуганные жители пришли и умоляли, просили спасителя, чтобы он оставил их пределы, так что Господь садится в лодку и опять вынужден вернуться на свой берег Галилейского озера к своему городу Капернауму, оставив жителей без пропузи. Ну, правда, этому одержимому человеку он дает, по версии одного из евангелистов, дает такое свое божественное благословение, чтобы он ходил и рассказывал о том, что с ним произошло другим людям. Вот, надо сказать, что это, конечно, история, она необычайно примычательна и в то же время вызывает довольно большое количество вопросов у нас. Вот в ней, на самом деле, если вслушаться, внимательно вглядеться в этот евангельский, столь знакомый многим из нас текст, можно обнаружить огромное количество каких-то таких весьма важных деталей для нас. Ну, начнем хотя бы с того, что с вот этих слов, с которыми обращается спаситель к нечистому духу, которого собирается изгнать из человека. Он спрашивает его имя. Для чего? Какое это имеет значение? Ведь Господь далеко не всегда делает это. Вот в других случаях, когда Господь заклинает, в смысле, Господь освобождает одержимого от мучащего его нечистого духа, он, в общем, не сходит до того, чтобы разговаривать с этим духом. Он просто запрещает ему, просто изгоняет и не позволяет ему начинать какие-то свои разглагольствования, не позволяет ему отвечать на... ну, то есть давать какие-то ответы, поскольку не предлагает вопросов. Почему же здесь Господь спрашивает о имени этого духа? Неужели он, как творец и создатель, сам не знает, как зовут сотворенных им духов? Безусловно, Господь делает это не потому, что он в этом нуждается, как могли бы подумать какие-то сторонники подобных ухищрений экзорцистских, которые стремятся выяснить, узнать имя духа для того, чтобы таким образом получить над ним власть и его заклять. Господу это совершенно не нужно. Он задает этот вопрос не потому, что не знает, а потому, что хочет, чтобы сами бесы обнаружили себя. Обнаружили себя именно в первую очередь для пользы слушателей-очевидцев этого события. И когда они говорят, что это легион, они этим показывают то, насколько страшные, насколько действительно могущественные и большой силы могут с попущения Божия эти злые духи обладать над человеческим телом и человеческой душой. Легион — это действительно достаточно большое по тем временам число. Римский легион традиционно состоял из... Ну, в разное время, конечно, это был разный состав, разная численность, но в те времена он состоял из десяти когорт. Каждая когорта включала в себя примерно 640 человек личного состава. То есть в легионе было порядка шести с половиной тысяч человек. Это число могло колебаться в зависимости от родов войск. И это была огромная по тем временам военная сила. Вся мощь, собственно, римской армии на тот момент состояла 12 легионов, о чем говорит спаситель, да, что не думаешь ли ты, что я могу упросить отца, он пришлет мне больше, чем 12 легионов ангелов. То есть силы, превышающие весь личный состав на тот момент римской армии. И здесь таким образом Господь хочет, чтобы люди увидели, насколько многочисленным может быть наш враг. Но и не одно это. Не только то, что вот греховная жизнь открывает доступ в душу человека такому огромному количеству нечистых духов. Мало того, что их много. Обратим внимание еще и на то, что они не случайно называют себя легионом. Ведь они могли обозначить себя и каким-то совершенно иным большим числом. но просто сказать, что их там, например, шесть тысяч, или использовать из какого-то другого смыслового поля понятия. Но они говорят о себе именно как о легионе. Это говорит о том, что эта сила не только многочисленна, но еще и воинственна, и враждебна по отношению к человеку. Они ведут с человечеством войну по всем, так сказать, в каком-то смысле, да, правилам военной науки. Они тоже организованы, они также совершают свои нападения на человека не хаотично, а пользуясь и определенным планом, и определенной стратегией, имеют своих глав, своих военачальников. И это показывает то, что против нас ведется постоянная духовная война. И вот Господь пропускает сделать это очевидным вот этими словами, вот этим откровением против воли, которые делают эти нечистые духи, для того, чтобы мы очнулись от такого состояния своей беспечности. мы-то в большинстве случаев, как и другие слушатели спасителя в его время, находились в той же самой беспечности, как и мы сейчас. То есть мы забываем о том, что находимся вот на этой духовной войне, на той брани, где против нас воюют целые легионы нечистых духов. И Господь хочет нас отрезвить, хочет нас вернуть вот в эту реальность непрекращающихся военных боевых действий, которые совершаются между миром злобных падших ангелов и миром тех, кто стремится быть Богом, стремится спастись, ну, или просто проживают на земле эту жизнь, совершенно не заботясь о той войне, которая не прекращается ни на одну минуту, ни на одну секунду. Это очень такое важное для нас, как сказать, вот именно откровение, очень важное для нас напоминание о той трезвенности, о том постоянно в духовном всеоружии, в котором должны мы находиться, для того, чтобы эту войну иметь возможности вести, не проиграть, а наоборот победить в ней. И опять же, для того, чтобы показать, насколько страшна, насколько разрушительна эта сила демоническая, Господь попускает ей войти в свиное стадо. Тут тоже, кстати, такой любопытный есть исторический момент, связанный с тем тоже, вот, сказать, с этой именованием легиона. В то время, как раз на Святой Земле стоит и несет свою службу так называемый десятый легион фритензис, стерегущий проливы, боевым символом которого является именно свиная кабания голова. Так что здесь присутствует еще и вот такая определенная историческая связь между вот образом свиней, да, символом легиона. То есть эта связь могла быть вполне понятна любому жителю Святой Земли того времени, поскольку они видели эти свиные головы на знаменах римских легионеров, на их боевых штандартах. И нередко возникает у людей какое-то такое тоже недоумение, вопрос, почему Господь позволил пострадать этим несчастным свинкам, а также их владельцам, хозяевам, почему Он позволил нечистым духам погубить вот это целое стадо ни в чем не повинных хрюшек, чем, так сказать, они провинились, чем они заслужили такую несчастную участь, не является ли это жестоким отношением к животным, которые сейчас осуждаются всевозможными зелеными и просто гуманистами, которые благополучие животных зачастую ставят выше благополучия людей. Но Господь как раз к числу подобных активистов отнюдь не относился, и для него было важным на примере вот этих свиней показать то, что на самом деле происходит и может произойти с человеком, показать огромное разрушительное потенциал, показать, продемонстрировать ту ненависть, которую питают против человека нечистые духи, его враги. Это как раз таки тоже делается для того, чтобы отрезвить человека, для того, чтобы напомнить о той духовной войне, которая совершается. Ну, не бывает воин без потери, что называется. И человек может быть только тогда и осознает, что он находится на войне, когда его лично коснутся какие-то военные потери. Поэтому и вот этим жителям близлежащего городка, которым по всей вероятности была как раз-таки та самая Гергеса, необходимо было на себе самих испытать ту духовную реальность, которая на самом деле их окружает, проснуться от той спячки духовной, в которой они находились, увидев то, что произошло со стадом их свиней. Но есть еще одна причина, почему Господь позволяет нечистым духам войти в этих самых свиней. Не только потому, что ему не жаль свиней для того, чтобы спасти людей. на самом деле и сами-то жители Гергесы осознают свою вину. Поэтому, когда они приходят на то место, где погибло их свиной стадо, их достояние, они ведут себя с спасителем столь кротко, столь робко. Ведь они не набрасываются на него с угрозами, не кричат, так сказать, что он причинил им такие страшные материальные убытки, не пытаются привлечь его к суду, потребовать с него возмещения причиненного им ущерба. Нет, они молят только о том, чтобы он покинул их пределы. Это единственное их желание, они умоляют о нем. Ну, понятно, с одной стороны, конечно, наверное, страшновато угрожать человеку, который может одним своим словом исцелить тяжелого бесноватого и заставить целое стадо свиней броситься в море. Но есть, на самом деле, еще одна причина, почему это происходит. На самом деле, это связано с тем, что, будучи иудеями, эти люди не должны были иметь никакого отношения к свиньям вообще. Ведь мы знаем, что свинья – это животное, считающееся нечистым в законе Ветхого Завета. Сами евреи не могли употреблять их в пищу, этих свиней. Более того, они не должны были даже, ну, по тем строгим правилам, которые тогда в их среде существовали, и прикасаться к свиней не должны были, чтобы ненароком не оскверниться от этого нечистого животного. А они сами, не употребляя, может быть, это мясо свиное в пищу, как правоверные иудеи, тем не менее разводят вот эти целые большие свиные стада. С какой целью? Безусловно, они их продавали жителям соседних городков, вот этим грекам-колонистам и тем же самым римским легионерам, которых немало было в то время на Святой Земле и основной пищи, которых в том числе являлась и вот эта солонина, засоленное мясо свиньи, сало, богатое жиром и питательными всякими веществами, способное поддержать воина в его походах и его тяжких трудах. И здесь еще одна связь, так сказать, между именованием легиона и вот этим свиным стадом. По всей вероятности, эти стада и как раз-таки предназначались для римских легионеров, ну то есть войск оккупантов. То есть, с одной стороны, правоверные иудеи били себя в грудь, так сказать, и чаяли освобождение своего отечества от оккупационного режима, а с другой стороны, самым непосредственным образом от этого, от торговли с этим оккупационным режимом зависели. то есть, фактически, пребывали в лицемерии, снабжали своих же оккупантов всем, что для них было необходимо, даже нарушая при этом закон выращивания свинину. И вот эту свою такую внутреннюю неправоту, по всей вероятности, жители Гергесы чувствовали в своей душе, ощущали, и поэтому они были столь робкие, столь безответны перед Спасителем, а не крикливы, как это обыкновенно бывало в других каких-то случаях, как это часто мы можем даже в Евангелии наблюдать, когда они ведут себя со всей экспрессивностью восточных народов и, в общем-то, ведут свои разговоры громко, размахивая руками на повышенных тонах, пересыпая угрозами, проклятиями и всякими цветастыми восточными выражениями. Здесь мы видим совершенно иную картину. И с другой стороны выясняется еще одна причина, по которой Господь позволил войти легиону демонов в свиное стадо. Дело в том, что Господь здесь показывает связь между теми наказаниями, которые попускает Господь, и теми причинами, которые эти наказания вызывают. Человеческая греховность. Когда человек согрешает, он делает себя уязвимым для нападок нечистых духов. Когда бесы просят, чтобы Господь не отсылал их в бездну, а позволил им войти в это свиное стадо, они своего рода апеллируют к правосудию Божию. Они говорят, что эти люди согрешают. У нас есть все основания для того, чтобы их наказать, для того, чтобы нанести их вред. Мы готовы выступить этим печом, этим наказующим началом, которое ты обрушишь на этих людей за то, что они согрешили, за то, что они ведут вот такую греховную жизнь, расплодили свиней на святой земле, по которой, так сказать, вообще эти стада и не должны даже и ходить. И согрешают пред Богом, позволь же нам сделаться орудием этого наказания. Ну, бесы-то хотят этого для того, чтобы досадить людям, но они имеют действительно вот такое своего рода основание в человеческой греховности для того, чтобы вот эту неприятность, эту скорбь согрешающему человеку нанести. И Господь попускает это еще и в тех видов, для того, чтобы и у нас с вами, как и у тех слушателей, очевидцев этого события в те времена, когда оно происходило, также сложилась вот эта причинно-следственная связь, для того, чтобы мы поняли, что наша греховность как раз-таки является причиной наших собственных бедствий, причиной того, что враг получает силу, получает возможность нанести нам какую-то скорбь, нанести нам какое-то бедствие, болезнь или какую-то утрату. Вот в этом состоит еще одно, наверное, из таких важных значений того, что Господь совершил одно из таких откровений для нас в этой истории с бесноватым и свиньями, ради которого Господь не пожалел целое стадо этих, может быть, действительно ни в чем не повинных созданий этих свиней, которые, в общем-то, может быть, и не виноваты в том, что их разводили, но все равно должны были погибнуть, и, наверное, такая их кончина удостоена упоминания в Евангелии и принесла намного больше пользы человечеству, чем, так сказать, та участь, которая ожидала их в желудках римских легионеров. Надо сказать, что сейчас память об этом событии, об исцелении бесноватого сохраняется в местечке, посещаемом паломниками на вот как раз-таки этой голландской стороне Галилейского озера. Место это называется Курси или Аль-Курси. В переводе с арабского, ну, собственно, как и с еврейского, на котором это звучит, скорее Курши или Курши, это слово обозначает престол. Может быть, это отчасти связано с рельефом этой области, может иметь какое-то отношение и к какому-то несохранившемуся для нас месту почитания двенадцати апостолов, которое по-гречески называлось Додека Транон, двенадцати троне, двенадцати престоле, и которое сейчас также недалеко от Курси можно посетить на территории такого небольшого развлекательного парка Лунагаль. Там стоит памятник в память умножения хлебов и рыб, и также содержится вот эта надпись Додека Транон в память о двенадцати апостолах, которые получили свое достоинство, сопровождая спасителя в его странствованиях по Галилее. Трудно сейчас сказать, чем именно связано вот это название Курси, престол, но тем не менее семидесятых годов здесь возобновлено такое паломническое почитание этого места, как место, где Господь совершил исцеление, изгнание из бесноватого нечистых духов с вот этим потоплением свиного стада. В пятом веке на этом месте был создан большой византийский монастырь, в шестом веке он был перестроен, украшен при императоре Маврикии и состоял из такого нижнего большого храмового комплекса с тремя пределами, с подземной цистерной, с подземной усыпальницей, был украшен великолепными прекрасными мозаиками во время игуменства более ничем нам неизвестного игумена Стефана, а чуть выше на склоне находилась часовня, как раз-таки видимо посвященная как сейчас предполагают вот тому месту, где произошло исцеление этого держимого. Надо сказать, что склоны там действительно достаточно крутые, ответственные, ну что в общем никогда не являлось препятствием ни для стад коз, ни овец, ни свиней, которые привычно были пастись на этой крутизне, ну вот в данном случае, которая их и погубила, тем не менее. Вот, в 7-8 веке этот храм в монастырский комплекс оказался также разрушен землетрясением, постепенно пришел забвение, выпадок и был случайно обнаружен только в около 70-х годов случайно строителями, дорожниками, которые вот нашли такие остатки византийских построек, были приглашены археологи и такой замечательный израильский археолог Василий Цоферис, православный грек, принявший монашство в Святогробском братстве впоследствии, он как раз-таки и раскапывал вот этот замечательный монастырский комплекс и он его и отождествил с тем самым местом, где Господь исцелил вот этого Годаринского или Гергесинского бесноватого. Так что, в общем-то, можно сказать, что место это в новой традиции паломнической сравнительно недавнего такого происхождения. Ну, надо сказать, что, правда, и древние паломнические свидетельства очень немногочисленны о посещении этого места. О нем упоминают только германский путешественник епископ Филибальд, который в своих странствиях его, так сказать, группа паломников посещала это место, но и то он путает его с Хоразином, хотя по тем описаниям, которые он дает, скорее всего, ясно видно, что это все-таки именно место, известное сейчас как Курси или Аль-Курси. Вот такие памятные для нас события произошли когда-то при жизни Спасителя на берегах Галилейского озера. С одной стороны, призванные нас пребывать, находиться в состоянии того духовного трезвения, ради которого и было совершено это чудо и не уподобляться тем жителям этой страны, которые в своем страхе потерпеть что-нибудь еще, потерпеть еще какое-то обличение от Спасителя, потерпеть его в том числе и, так сказать, на своей жизни и на своем кармане, вынудили малодушно, трусливо отказаться от возможности принять спасительную проповедь Господа нашего Иисуса Христа. И для нас это такой, в общем-то, тоже пример и назидание, чтобы мы не малодушевствовали, но не боялись открыть свою жизнь со всеми ее утратами, приобретениями, со всеми ее согрешениями и со всеми ее, может быть, и праведными делами Спасителя, для того, чтобы он исправил ее, привел нас к покаянию и пониманию божественных судеб, которыми он нас к этому спасению ведет. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok